всем привет с вами bassett сегодня посмотрим на динамичное красочная 2 на 2 в оригинальной версии родолер 3 всем желаю приятного просмотра стартуем наш матч друзья здесь у нас 2 на 2 и конечно же четыре игрока в таком случае давайте представим их всех справа у нас появляется игрок под ником принц олег это у нас красный альянс его союзник это игрок под ником red alert.com так вот интересный никнейм red bean pasta за желтых и последний у нас это морфос за фиолетовый альянс в этот раз у нас нет японии но тем не менее а матч будет стоящим поверьте мне друзья потому что игроки достаточно сильные и сама карта такая располагает к интересным сражениям 10 достаточно видите большое водное пространство вокруг но это не самое главное потому что здесь все таки упор делается на центральную вот эту территорию на четыре базы которые находятся и как маленьких четырех озерах и соответственно битва будет происходить именно вокруг этой локации возможно возможно нет но я предполагаю что все будет именно так первого человека вышла на разведку и сразу подстрелили заработчика по жопе и к сожалению это смол флопа уже упала двигается сейчас еще группа какая-то пехота альянса желтого слева понятное дело что в матче альянс на альянс очень важно выиграть старт при помощи своих сухопутных войск особенно при помощи достаточно дешевых но эффективных пехотинцев и оба игрока это прекрасно понимают в принципе то же самое понимает совет строит довольно много призывников призывнички это самый слабый пехотный в игре хорошо хотя них не одна винтовка на пятерых но тем не менее даже с этими пятью винтовками они представляют достаточно слабую угрозу в отличие от медведей которые только что уже смогли обезвредить новой миротворца ценой правда самих себя не самый хороший размер для совета был для беру бирюзова до зеленого зеленого и соответственно он пока дальше не пытается как-то пушить он понимает что потерял часть своей разведки он решил расположиться здесь и комфортно наблюдает за тем как альянс завистью смотрят на его нефтяное месторождение но альянса все-таки решает приходить каким-то более решительным действием здесь есть только одно место для одного человека вот такая вот частная собственно действительно домик маленький похож на какой-то домик за очень много денег в центре москвы на вот но не стоит начинается сейчас битва за эту нефтяную вышку подходит правда первый серп но индикатор на позиции индикатора по сбросу бомбы прыгает серп и окружает эту пехоту ну или пехота его окружает скорее но в любом случае до серпа это веганый разъем пошли коктейли молотова сейчас здание на севере тут начинается ответ на наступление от красного альянса пока что прогнал желтого слова фланга у него есть одна турель в котором посадил пехотинцы и поэтому это турели 4 теперь ствола появилась которых она стреляет довольно больно по пехоте но на этом фланге точно победа совета однако индикатор уже полетели мстить и сбрасываются бомбы в серпа он уничтожен но и гелиафы тут как тут они в целом отгоняют всю эту авиацию сейчас авиация будет находиться на кратковременном ремонте скоро вернется в строй а здесь какие-то красные ракетчики пытались видимо пройти мимо желтых гвардейцев желтый я думаю все это дело заметили и нужно как-то сейчас уворачиваться этому брату и брату от преследования миротворцев которые хотят сохранить сотворить совершенно не мир с ними подъезжают гелиафы мимо покажет как-то ребята знаете не совсем логичное действие там медведь куда-то побежал тоже струкнушно сейчас какая-то суматоха в индикаторы полетели сбросили бомбы уничтожили двух голиафов хороший размер какие-то призывники тоже бегают в округе да какой-то хаос начинается очевидно что очень много действий сейчас происходит на карте на на других позициях поэтому ребята отвлекаются пошла турель от красного красный пытается пробить командный центр и пехоту которая находится тут мы к сожалению не получается хотя бы успел продать турель получить немножко денег назад пехота находится на этом фланге два ракетчика в целом могут немножко помешать здесь фиолетовом альянс например уничтожить нефтевышку но первые два виндикатора уже прилетают 100 парочка ракет пошла до индикаторы достаточно крепкий чтобы выдержать такое количество ракет что просто немыслимо в реальном мире но тем не менее два ракетчика были повержены на этом фланге желтка начинает свое более агрессивное наступление у зеленого тем временем кстати 4 база он живет очень даже хорошо этот совет продолжает развиваться индикатор вылетает на атаку сейчас пойдут какие-то бомбы так 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 и голуби стреляют и все замечательно сейчас пехота отходит немножко назад но тут уже есть первая желтая турель которая не позволяет в индикатором залетать слишком далеко пехота отошла чуть-чуть в бок и решил зеленый таки помочь саму союзнику но с другой стороны самому зеленому тоже нужна помощь да как говорится первое правило при спасении утопающих это обеспечить безопасно самому себе ну и собственно сет на зеленом сейчас стоит обратить внимание на эту группу войск которая к нему двигается 2 ракетчика 3 пехотинца в целом не так страшно но может все выйти из-под контроля если он будет слишком сильно отвлекаться индикаторы на ремонте пехота у красного сейчас хорошем объеме имеется и вот снова индикаторы полетели бомбить уничтожает эту турель но фиолетовый начинает уже сильный прессинг на это здание пехота решил спрятаться хорошо спрятит этих солдат сейчас фиолетовый даже может быть может забрать серба серб как-то немножко не до контроля не стрелял туда куда нужно было но в итоге все-таки зеленая убивается я думаю без страшных для себя последствий у зеленого при этом как я уже говорил 4 базы где его командный центр он находится пока здесь он просто стоит не двигается это хорошо для команды слева потому что им не надо справляться с тесла рашем совета пока что только пехота и авиация у левой фракции у левой стороны ну и собственно справа и в индикатор и и пво и куча пехоты садятся сейчас медведи в прекрасный травмст и полетели медведи десантники будут высаживаться правда одного уже подстрелили да в его биг шлепу и они отбегают сейчас назад сейчас остается только один медведь буквально который тоже решил прилечь под березкой закончить свой жизненный путь к сожалению на этом фланге немножко еще тут повозился с пехоты альянса зеленый но я думаю что тут проблему уже точно решена но на этом фланге нужно двигаться либо вперед на либо я уж не знаю переходить в т3 возможно переходить более жесткие технологии пока что не альянс они собственно совет они еще не принимают решение на что что будет делать в индикаторах хорошо прикрывать любых бомбежек эти индикаторы залетели слишком далеко галявка что же спутник отлично падает на позиции которые будут очень много пехотинцев было просто сложно здесь и начинается наступление теперь с пехоты пошли коктейли молотова и также еще группа красного альянса выдвигается сзади пришел этот один волнорез который на еще пока не вступает в сражение но это не важно здесь пошла заморозки медведь используя способность замечательно оглушает несколько пехотинцев индикаторы справа куда-то залетели уничтожили что там энергостанцию это неважно абсолютно индикаторы бомбанули здесь и уничтожили тоже еще одно здание как казармы которые были у альянса ответ на заморозка на эту позицию проходит очень даже неплохо натурел нет не держится турель и желтый приходит хорошую контратаку у красного компぞ это стоит здесь ставится предусматривать здесь турель и фиолетовом красный отвечает такой же турелю полетели в индикатор и сбросил на самом деле свои бомбы бы на вражеский турели была правильной но они немножко в спешке подросали бомбы на пехоту и не очень аккуратно 1 турель фиолетов а все еще стоит на позиции но здесь уже начнется наступление с волнорезами у зеленого тем временем есть некоторая трудность его бомбят в индикатор и его немножко Вытеснят своих позиций, но пока он тоже живет неплохо У фиолетово действительно экономика лучшая Кстати, посмотрите на эту базу, что-то пошло не так Да каким-то образом это предприятие функционирует Совсем неправильно Просто я не знаю, как это вообще возможно Но, видимо, в спешке он поставил все Задом наперед, бывает Эта база по-прежнему еще Сражается одновременно с вражеской турелью И с вражескими ракетчиками Желтая турель пошла еще 10 альянса Пока что фиолетовый с желтым 2 альянса побеждают Совета и красного альянса Действительно выглядит очень даже неплохо Турель уничтожается Тут еще одна фиолетовая турель пошла Не может Каванцитру уехать Отсюда его блокируют просто зданиями Сейчас и волнорезы не могут подъехать Но красный Каванцитр пытается прорваться Он едет побыстрее Его блокируют, собственно, и волнорезы Это что, какие-то предатели в армии образовали? Что за чередащие тут происходит? Но очень мало хитпоинов Он уезжает уже под ремонт На ремонте находится Сбрасывает бомбу Ведикатора И остается очень мало хитпоинов Нет, все-таки выживает Как же ему повезло О, повезло, повезло, как говорится В этом легендарном меме Сейчас обычно идут О, портал Но портала нет Потому что полетели там Ведикаторы И сейчас Каванцитр все-таки будет повержен И его успеть продать Но нет Да, в итоге падают бомбы Это фиаско Но, к сожалению, да Это уже было не избежать никак Ничего уже не мог сделать Абсолютно красный Это 100% был бы, что же, до Кавана Центра Потому что от авиации никак не вернутся Может быть, его мог подстраховать лучше Зеленый Но Зеленый этого не сделал Но, тем не менее Тем не менее Здесь Зеленый заехал уже с этого фланга Совсем неожиданно Он появляется здесь Сажает свою пехоту в здание И теперь будет стрелять Вообще Во все, что происходит вокруг У него есть казарма на этом фланге И Зеленый Начинает Тесла Раш Судя по всему Пока не Тесла Раш Потому что Тесла ставить Когда так много виндикаторов опасно Но он ставит сюда Два флага Флаги очень крепкие И авиация их убивать неприятно Но авиация не бомбит Флаги пока что пошла заморозка Ну нет, наверное, авиация, не знаю Будет пытаться Флаги достраиваются Флаги открывают огонь Не хватило уровня заморозки Команда Центра сильно побит Остается два барака Чтобы его подстраховать На правом фланге готовится уже какая-то операция Один медведь вкупается Другие просто стоят Есть ракетчики снизу Однако тоже трудности возникают Тут есть свои советские танки Но у Альянса сил будет побольше Продолжается экшен тут У команды Центра очень мало здоровья Барак сейчас будет уставить Но инженер выходит Михалыч спасает производца Просто одним своим патентом Поднял экономику вверх И, собственно, хорошо Все отчинилось Ремонт полный И теперь можно продолжать строить Теслу И пробивать позиции Альянса Альянс не может взлететь Он как только будет взлететь Будет сразу получать просто Катастрофический урон С этих флаг турелей Ставится Тесла И ракетчики пытаются спасти ситуацию Еще один инженер выходит На правом фланге Также желтого прессуют Он не может строить турели уже Потому что здесь огромная группа пехоты Которая, собственно И не было Было нечем контрить Потому что все войска ушли налево Отбивать базу Сейчас и желтый уезжает домой Но дома уже нету Тут враги сожгли городную хату Есть там только один член семьи Который еще сопротивляется И стреляет с ракетами По флагам Но, к сожалению, вы понимаете Что этого мало Довольно достается Командный центр Он должен где-то Уворачиваться за турелями Кстати, три турели Которые неплохо его защищают На желтый Решает просто начать Быструю эвакуацию Отсюда Ну и, собственно, да Здесь все бомбят Появляются уже какие-то афины Красный более-менее реагирует На южном фронте Но вот на этом фланге Конечно, у команды Желтого и Фиолета Очень большие проблемы Есть, конечно, здесь еще базы Которые добывают Но это ненадолго Потому что Тесла уже бьет по ним Базы логично продаются Правда, Ведикаторы успели уничтожить Тесла Но все равно продал свою базу Сейчас желтый Это была явно ошибка В командной работе двух игроков И у желтого скоро будет потеряно все Его энергостанции уничтожаются Его позиции повергнуты уже во мрак Но, к счастью К счастью, он смог эвакуировать Свой командный центр Это очень важно Потому что наличие командного центра Позвольте ему занять Хотя бы одну дополнительную базу А может быть даже и две И тем самым еще вернуться в игру Действительно, такая вероятность у него есть Однако ситуация все-таки для Фиолетового и желтого очень тяжелая Потому что у красного Экономика в порядке У зеленого, конечно, экономика пострадала Но чисто технически Он может поставить две базы здесь И жить вполне себе припевающе У него есть там уже ПВО-оборона У этих бараков И, в принципе, он себе может это позволить Красный же, в принципе, ничего Особо за ходу этих сражений не терял И, кстати, нужно помнить Что у Фиолетова по-прежнему неэффективная Экономика какая-то, да Это он тут, знаете Это немножко контрпродуктивный труд У него происходит Так я представляю себе Некоторые государственные предприятия В общем В сравнении с частными Но, тем не менее, окей Пошли сейчас пехотинцы Красного в центр Центр будет как-то ими заниматься Пытаться Но фиг знает Здесь, в принципе, сопротивление какое-то есть Но его не так много Поэтому они все дело выбивают Справа, правда, уже начинается такая хорошая танковая атака Есть только один зонд Решил все-таки уйти на крео-заморозку Думая, что технологии смогут его разморозить Будущим, он будет жить очень долго Но жить ему придется недолго Потому что миражи в него уже стреляют Вход назад этот танк Он все-таки погибает Этот танк успел украсть разработку альянса Но тоже не ушел с ней обратно домой Выходят ракетчики с зонд Просто великолепно выполняют работу Тормозить все танки И красные ракетчики уничтожают Сейчас эту группу альянса Но Фиолетова очень большие трудности На самом деле сейчас могут быть Потому что он только что потерял большой стак Своих танков И к тому же сейчас потерять еще одну базу Совет так скромно ставит Теслу Совет, обратите внимание Решил пойти в вал-эн То есть он в принципе мог занять Эти две добывающие базы И на этих базах все еще есть ресурсы Это очень важный момент Это не пустые базы Они очень ценные Но он решил не заниматься экономикой Он решил поспешить Но как известно поспешишь Игру может быть пораньше и закончишь Да ну нифиг Знает на самом деле это не факт Потому что у Фиолетова еще есть силы Но вот если сейчас провалить свое наступление Зеленое То у него будет проблема У Зеленого сейчас имеется только одна база Она еле добывает И соответственно Ему нужно быть очень осторожным В своих теоретических суждениях О балансе в этом матче Здесь еще и остаются Миражи сейчас Да и конечно Драться с ними пехота Не может эффективно Мираж это такой танк Который в принципе хрупкий Но достаточно эффективный Против пехоты и техники одновременно То есть если Апокалипсис хорошо бьет Только по технике И по зданиям То Мираж в принципе универсален Хоть и урон его все равно меньше Но этот Мираж сделал свою работу замечательно Уже ветеранская Афина Стреляет Сейчас активируется Купол Какая-то бомба Прошмыгнула мимо этого щита Просто и уничтожила Афину И снова провал операции От Фиолетова Но ничего страшного Есть поддержка в виде Желтых мигов Пошли сейчас Голиафы Не сбили поддержку Которая была у Фиолетова Но все-таки Счастье смотрю Истребители У желтого Сможет вернуться на базу Желтый в игру вернулся Тем временем Обратите внимание У него скоро будет Даже вторая база Скоро он поможет Своему другу Марфозу В этом сражении Здесь есть хорошая группа Которая осталась у совета Но зону уничтожают Зон был очень опытным бойцом Его поэтому убрали первым И соответственно Нужно сейчас держаться Крайне-крайне осторожно На этой группе Потому что Афину не затормозите Она может отходить На дистанции Отстреливаться Но ее можно в принципе Полетели И здесь Афину прижали Афину уничтожили Надо отходить еще назад Есть еще один мираж Сейчас Но там Ведикаторы что-то там Замудрили Взорвали в итоге турель Немножко не дошли до места Они здесь стреляют По этому бедному добычку Который в принципе Знаете Его лучше не уничтожать А то вдруг Альянс Его перестроит Нормальным образом Лучше этого не делать Но в любом случае Сейчас пока что Фиолетовый явно тут Держал такую маленькую победу Казалось бы Вроде у него была пехота Но денег нет У него просто добыча С двух баз И довольно мало ресурсов Только барак В итоге сейчас он потеряет Свою защиту Которая была поставлена Его союзником На этом фланге Здесь Начинается небольшая Перестрелка с пехоты Желтого У желтого Обратите внимание Осталась секретная база Здесь Про которую никто не знает Потому что эти Энергостанции фиолетового Ребята не потрудились Добить Это была большая ошибка Командный центр едет Уже в атаку Он просит помощь Сейчас его союзника Но союзник там Немножко не поспевает И в итоге пошла Хорошая заворозка На самом деле Красные танки на месте Но не успел спасти Командный центр зеленого Это было очень грустно Сейчас Но к счастью У зеленого Есть сейчас кран Он может отстроить себе завод И в принципе Еще может быть в игре Так что зеленый Еще живой Все хорошо В этом плане И нужно Главное Только сейчас Очень-очень осторожно Действовать Погибает инженер Альянса Что он тут забыл Вообще непонятно На самом деле Я даже не знаю Откуда он взялся Более того Четыре миража Есть и одна Афина у Фиолетового Это достаточно большая армия Чтобы пробить позиции На севере Но тем не менее Из-за индикаторов Нужно действовать Очень осторожно И постоянно держать Аполло рядом Ну или хотя бы Турель Уничтожается Это Афина Уничтожается Мираж Нет Он пережил Эту бомбежку Ему очень повезло Сейчас Это большой успех Но вот эти четыре Миража Которые идут без прикрытия Я не очень уверен Что это хорошее решение Однако Видимо Командующий Фиолетовый Думает совершенно иначе Здесь правда Есть только один танк И какой-то камень А это камень Это не Это вообще-то камень Может оказаться скалой То есть Дуэйном Джонсоном И отбиваться будет он Устрет Потому что в энергостанции Какой-то не очень умный камень Оказался Черт подери Но тем не менее Второй танк отбился Его брат был более успешным Правда Миражи двигаются в атаку Фокуситься Аэродром Это очень грамотное решение Потому что без индикаторов Отбиваться будет не так-то просто Аэродром уничтожен Энергостанция продолжает Представлять просто Колоссальную угрозу Сейчас для Красного Альянса По какой-то причине Совершенно не ясно Возможно он из партии зеленых Он хочет другую энергетику Я не знаю в чем его проблема Но тем не менее Он фокусит эту энергостанцию Своим лазером Мираж подъехал очень близко Зачем-то остановился Но в итоге он был потерян Нету индикаторов И здесь Фиолетовый Мираж заходит справа Красные танки поехали к Афинам Вот здесь уже была ошибка Сейчас от Альянса Зачка подреку заехала Активируется купол Надо взять прямо в купол В куполе можно драться Совет Вышел уже немножко в море Пытается поставить там базу Здесь будет перехватываться Советская база Надо успеть ее продать Не успевает продать базу Это просто катастрофа Но при этом Конечно сейчас все равно Там наверное не сможет добывать Желтый Хотя черт его знает Красный более-менее стабилизировался Он тут продолжает вести В войны этими танками Одни миражи повсюду Одни какие-то галлюцинации Да Но в итоге я думаю Что в целом Теперь самое страшное Это армия Желтого Потому что Желтый за это время В отличие от своего Оппонента Зеленого Он успел отстроиться Он успел создать Хорошую армию И даже перехватить Как мы могли заметить Одну базу здесь И возможно вернет Там даже экономику Я продолжаю сейчас Немножко поджимать При этом Красного У красного сейчас пошла Заморозка на завод Вот так Один миротворец Хочет стать героем Он есть Он выстрелит в этот завод И взорвет Это будет просто Полный провал Он не успел это сделать Поразил его мираж До того как он совершил Свой подвиг Размен У желтого Очень большая Пехотная армия Ему нужно держаться Близко к силам Фиолетового К танкам Здесь какой-то Один зонт Продолжает устраивать Бардак И скорее всего Уничтожитого коллектора Самая страшная Сейчас для команды Красного и зеленого У них очень слабая Экономика У них остается 4 базы И команда пытается уехать У него очень мало здоровья Пехоты настолько много Осталось у желтого Что тут очень спорная Будет ситуация У зеленого Экономики как таковой нет То есть у него Ладно есть одна база Не будем лукавить Но проблема в том Что этой одной базы Может и не хватить На все те силы Которые поставляют Постоянно сейчас Другие игроки У фиолетового Конечно кончились Его стартовые локации Это очень важно Практически кончились Тем не менее Они еще есть Здесь начинается схватка С миражами Вот она ошибка Командованию Да сейчас на самом деле Фиолетовый потерял свою технику Что нельзя было делать Но желтый Сейчас очень уверен Двигается в атаку И сбивает сейчас Этих мираж Апола Ну как-то знаете Упали ему на голову Не самый приятный исход Но такая пехотная армия Очень-очень Тяжело контриться Без большого количества медведей И медведи действительно появляются Тут здесь даже скатание Пошла заморозка В эту пехоту Ооо не видят Тут у меня желтый Вся его армия замораживается За секунду Какая же была Просто гонсторпическая ошибка На левом фланге Двигаются танки Часто фиолетового Там тоже будет своя бойня Медведи Медведи тоже заходят за заморозку Танка не поехала Ооо Вот это я понимаю Ледова побои Еще он просто все передавит О боже Что это за монстр Какой-то бобслейный король Настоящий Всю пехоту Просто передавили Сейчас желтому Ну это был полный провал Однако Важно то Что на левом фланге Победу Сейчас очень важную Одержал сейчас фиолетовый Он уничтожил Две добывающие базы Которые были у красного И он уничтожает Экономику И постройки Которые есть Сейчас у зеленого Не получается отбиться Не получается собрать Свои силы Воедино сейчас Красному и зеленому У него слева У красного Еще есть какая-то армия Что будет ремонтировать Свой командный центр Беда правда в том Что здесь Они теряют важную Часть своей экономики Тут энергостанции Тут заводы Тут в общем-то Сами добытчики находятся Правда конечно И мираж был потерян И пехота Это кстати В итоге пополнено С барака Который стоял тут И может пойти в атаку Сдается сейчас И мне кажется Что команда Снизу все-таки Смогла совершить камбэк Их прогнали С родной территории Их выбили вниз Но они смогли Стабилизироваться Однако красный Пока не сдается И игрок Оторгался советов Вышел Однако красный Еще все еще Надеется сейчас Что в одиночку Он сможет справиться Но это большой вопрос Он теряет сейчас Свой завод У него есть Какая-то группа пехоты Да у альянса Сил тоже мало Особенно у фиолетового Но фиолетовый Уже выходит на новые базы Сейчас И собственно Желтый сам Уже крепко Так плотно Обосновался здесь И соответственно Скоро будет Совсем уже Пробивать позиции Которые остались От совета На том фланге У с этой Еще есть один молот Сейчас Ну вернее Это уже альянсовский молот Технологии ушли В другие руки Эхо войны Так сказать И собственно Да Одна база Остается сейчас По сути Такая работающая Потенциальная Которая может быть У альянса Которая не находится В риске уничтожения Просто Случайным танком Который сюда заехал На этом же фланге Все выглядит Очень даже плохо Уничтожается Из-за вот тут Две базы По-прежнему добывают Ну как долго Это большой вопрос Скорее вопрос времени Опять же Да Потому что защищать ее Просто не получится Энергостанция Держится еще Какое-то время Да Там даже двигается Подкрепление В виде пехоты Один медведь Ведет все это войско Он совсем не ожидал Что однажды Будет обвиняться С альянсом Но вот такая вот Судьба этого медведя Как видите От медведей Достаточно уже Много раз Был ранен в бою Но вот Из-за этого Его и назначили Командовать Этой элитной группой Наемников Но Медведь Немножко сам Пока не знает Куда идти Он посылает Их то Вперед То назад Возможно Он привык К каким-то Бессмысленным тренировкам В армии Да И сейчас Может быть Прикажет им Покрасить траву Или пока Просто Переметнуться Налево К баракам Поближе Видимо Он хочет Этого медведя Построили Царскую берлогу Берлогу дачу Возможно Я не знаю Какие на самом деле Мотивы у этого медведя Мне очень Тяжело понять Что он хочет На самом деле От жизни Как видите Пока Ему нравится Стоять Вот так вот Около этого Барака Это его главный Плац И он наслаждается Видом Который-то имеется Пока В то же время Красный Теряет позиции На другом фланге У красного В итоге Остается только Одна локация Здесь И при этом Здесь начинается Забастовка Да Не хочет Комбайн работать Возможно Просто он Притворяется Чтобы его Пощадили Фиолетовый С его Союзником Желтым Здесь пошла Хорошая Заморозка Медведь Призывает Тех Отойти назад Мирожи Действительно Отъехали Но командный Центр Сейчас будет Уничтожен Афиной Очень мало Здоровья У него Надо сворачиваться Уворачиваться Не получилось Куча пехоты Замороженных Команд Центр потерян Больше не сможет Отстроиться Здесь Как вы понимаете Красный Начинает Своё активное Движение Вперед Красиво Мигрит Этим Фиолетовым Прячется Под купол Уворачивается Дальше И один Мираж Уничтожил Четверых Это великопред Медведь Говорит Вперед В атаку Но Медведь Ведет Все вперед И в итоге Просто падает Под заморозкой Медведь Бурый Стал Белым Медведем Ну а мы Наш матч Заканчиваем И поздравляем Желтого Фиолетово С заслуженной победой Марфос И Получается Рэдбин Пест Ожидали Одержали победу И Это в целом Было наверное Вполне логично Потому что Ребята добывали Немного больше И их микроконтроль В разные моменты Был Я думаю Что тоже Немножечко лучше Чем у команды Их противников И действительно Они большие молодцы На этом друзья Сегодня у нас все Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте Ставить лайки И писать комментарии Если вам понравилось Это видео С вами был Басет Желаю вам всего хорошего До скорых встреч